Добрый день, друзья! Поднимаем себя, как всегда восстаем из тени, начинаем жить, меняем обстоятельства под себя и сегодня поговорим о том, что может помешать семейному счастью, особенно в начале отношений. Итак, друзья, сегодня продолжим тему темных сил, которые даже в успешном браке не оставляют нас в покое и готовы его разрушить. Вот вы совершенно и безумно счастливы в браке, но вам кажется очень странным то, что буквально у всех вокруг что-то не так. И каждый второй брак трещит по швам. А у вас все очень и очень подозрительно, прекрасно и замечательно. И закрадываются эдакие сомнения провокаторщики в голове. А надолго ли это? А нет ли у нас предпосылок беде? А уж так ли мы подходим друг другу? А не заслуга ли всего лишь эротических страстей наши чувства? А не пройдут ли они вместе с успокоением и зрелостью? А устоят ли они под тяжестью неизбежных трудностей, болезней и проблем? А не закрыли ли мои глаза иллюзии и эйфории влюбленности? А может, я не замечаю очевидных для многих окружающих фактов его неверности? И прочие, прочие, прочие сомнения, как ржавчина начинает разъедать уставявшуюся красочную реальность. И если не понять причины таких сомнений, не научиться распознавать врага и противостоять ему, то они постепенно обязательно разрушат вашу жизнь. Итак, что делать? Как быть? Первое. Не оставайтесь надолго наедине со своими сомнениями. И не думайте, что их развеют подруги, коллеги или родственники. У каждого из них своя жизнь, свой опыт, свои знания и представления о хорошем и плохом. В конце концов, ведь не с ними вы намереваете жить и строить отношения. Поэтому не скрывайте своих тревог от партнера. Как бы вам не казалось это странно и противоестественно. Пусть это выглядит капризом, или даже поиском проблем на ровном месте. Вы имеете право и на сомнения, и на капризы, и даже на маленькие провокации. Вы же живой и небесправленный человек. Может и самый лучший. Но всего лишь человек, совсем вытекающий людскими слабостями. Заготовьте, например, такие фразы. Знаешь, может это выглядеть немножко нелепо и странно, но меня иногда посещают такие мысли. И говорите любую чепуху, которая взбредет в голову. Если даже на первых порах вашего брака вы не научитесь обсуждению чепухи, то и серьезного никогда не случится. Второе. Я понимаю, вам кажется, что свои сомнениями и страхами вы можете как бы оскорбить чувства и искренние отношения к вам любимого человека. Но речь не о нем, а о вас. Если его чувства на самом деле имеют отношение именно к вам, и они искренние, то ваши тревоги тоже должны им восприниматься как часть вашей. Уж такая вы родились, и такое ему было суждено полюбить. Пусть вместе с вами погрустит, поплачет, утешает вас и еще раз расскажет, как он вас любит. Вот только не привыкайте использовать такие страхи как средство манипуляции, чтобы таким образом привлекать все внимание. Побудите рассказать о великой любви или заставить партнеры что для вас сделать в виде ее доказательства. Метод, конечно, любимый весьма многими женщинами, но со временем это нивелирует ваши чувства и переживания в его глазах, и он перестанет на них реагировать. А со временем и на раз. Ну, стоит ли будить лихо? Третье. Вместо этого ищите вместе с любимым приемлемые способы вас успокоить, будь это дополнительные ласки, секс или просто внимание. Может, чтобы не забывать о своей востребованности, именно вам нужно раз от раза иметь возможность получить подарок, цветы, романтический ужин при свечах, ласковое слово. Поговорите друг с другом о том, как вы любите отдавать и получать любовь. Да мало ли что вы сумеете вместе придумать, чтобы поддержать романтическое пылоотношение. У каждого свой язык любит. И это совершенно нормально. Это станет еще одной причиной вместе работать над чувствами и не позволить ему угаснуть. Ведь это важно обоим. И с каждым таким обсуждением чувство общности только будет возрастать. Глупо относиться к отношениям как к данности, не заслуживающей внимания и заботы. Любовь не только дар, но и благодарный труд. Четвертое. Такая работа не только трудна, но и весьма тонка. Ведь можно перестараться, передавить с требованием ви и заботой. Но не забывайте, что ваше чувство зависит не только и не столько от партнера, сколько от вас самой. Пытайтесь всячески доказать себе самой, что вы умница, лапочка, самая-самая, ну просто находка для любого мужчины. Ну тогда и не потребуется столько доказательств того же от супруга. А потому не становитесь абсолютно зависимы ни финансово, ни в эмоциональном плане от супруга и проявления его любви. Сохраняйте разумный паритет автономности. И тогда вам не придется опираться только на другого человека, как бы надежен, идеален он не казался. Принцы на белых конях иногда имеют способность спотыкаться, ошибаться, болеть и даже хандрить. Пятое. Для того, чтобы выяснить самой, что же вас напрягает в отношениях, стоит научиться разбираться как в своих мыслях, так и в эмоциях. Впрочем, каждый из нас считает, что это совсем не сложно. И уж он точно умеет это делать. Но попробуйте сесть за стол и просто написать свои мысли. Объяснить их для себя и связать. Ох, я вам не завидую. Как показывает практика, при внешней простоте очень немногие способны сделать эти записи понятными, хотя бы для себя уж, не говоря о партнерах. Шестое. Сделайте или учитесь вместе делать так, чтобы ваше совместное вероимопровождение было интересным и увлекательным для вас обоих. Так, чтобы оно не стало со временем для одного из вас обременительным или скучным. Находите совместное увлечение. Делитесь друг другом услышанным или увиденным. Договоритесь и придерживайтесь правила, во что бы то ни стало, несмотря на любые рутинные заботы и загруженность, выделять время и силы на совместное времяпровождение. Не соглашайтесь на временные компромиссы в этом. Потому что со временем они просто сожрут вас и вашего любовь. Научитесь вместе убегать от забот, звонков, обязанностей ради вас двоих. Не позволяйте обстоятельствам победить ваши чувства. Если вы этого не сделаете в начале отношений, потом просто не получится. Ничто не стоит того, чтобы им пожертвовать. Дивиденды от материальных достижений не заменят радости жизни. Седьмое. Очень и очень важно при любом удобном случае поощрять в партнере попытку поделиться с вами своим мыслями, переживаниями, искать компромиссы, помогать друг другу. Не привыкайте воспринимать усилия партнера, как что-то само собой разумеется. Скажите себе раз и навсегда, что никто не обязан ничем другому. А потому каждое движение в вашу сторону, каждое желание вам помочь предупредить или проявить заботу должно восприниматься как настоящий подарок, даже если место и время, по вашему мнению, вдруг выбор неверно. Учите искренне и открыто благодарить за малую малость. Например, я заметила, что ты перезвони мне как только смог. Спасибо, дорогой. Мне важно было чувствовать твое внимание в теле. Спасибо, что предупредил меня, когда узнал, что опаздываешь. Было очень важно знать, что ты ждешь меня, стремишься ко мне. Я так важна для тебя. Ну да, вот такие слова. Приятно. А сейчас я хотел бы остановиться на некой иллюстрации того, как не просто дается счастье. Есть фильм, называется он «Дже Блэк», и я думаю, что вы многие его когда-то смотрели. Но я дам небольшую иллюстрацию к этому фильму. Герой этого фильма, ну один из главных героев, тот самый Джо Блэк, которого играет Брэд Питт, встречает в больнице старую женщину. Она страдает от терминальной степени рака, сильнейших болей и каким-то чудесным образом узнает в Джо Блэке смерть и просит ее забрать к себе. Ей надоело мучиться. Джо Блэк, несколько раз встречаясь с этой женщиной, отказывая ей в этой просьбе, потому что еще не остала ее пора умирать, расспрашивает ее, а была ли она счастлива в жизни. И эта женщина, которая в принципе, вот такой типаж женщины, она немножко сварливая, внешне вроде как выражающая неудовольство, как-то поругивающаяся, но на самом деле в глубине души очень добрый и отзывчивый человек. И таких людей, как правило, в жизни окружают люди, которые понимают, чувствуют эту доброту. И вокруг очень много людей, которые питаются этой добротой и хорошо относятся к этому человеку. И обычно жизнь такого человека, хотя и не проста, но она наполнена каким-то лаской, заботой взаимной, счастьем. И вот она отвечает Джо Блэку. У меня было всего лишь несколько секунд в моей жизни счастья. Чудовищно. Такой человек, проживший такую длинную жизнь и вроде бы должен быть счастлив, но даже у нее было всего лишь несколько счастливых мгновений в жизни. Что же тогда других людей, которые не заслужили и не умеют жить счастья? И вот одна из моих любимых поэтесс Вероника Тушнова написала, по моему мнению, просто великолепное стихотворение. Оно называется «Сто счастье». И вот послушайте, как этот человек, прошедший и войну, и страшные беды, голодуху, смерть близких, друзей, как она рассказывает о том, как ей удалось стать счастливым. «Сто часов счастья». Да разве ж этого мало? Я его, как песок золотой, намывала, собирала любовно, неутомимо, по крупице, по капле, по искре, по блеске. Создавала его из тумана и дыма, принимала в подарок от каждой звезды и березки. Сколько дней проводила за счастьем в погоне, на продрогшем перроне, в гремящем вагоне. Час отлета я его настигала на аэродроме, обнимала его, согревала в нетопленном доме, ворожила над ним, колдовала, случалось, бывало, я из горького горя. Счастье свое добывала. Это зря говорится, что надо счастливой родиться. Нужно только, чтобы сердце не стыдилось над счастьем трудиться, чтобы не было сердца лениво, спесиво, чтобы за малую малость оно говорило спасибо. Сто часов счастья. Чистейшего. Без обмана. Сто часов счастья. Да разве ж этого мало. И правда. Сто часов счастья. Мы заслуживаем того, чтобы быть счастливыми. Мы можем это сделать. И я уверен, что мы сможем это сделать. В вашей судьбе, в вашей семье. Спасибо, дорогие друзья, за ваше внимание. С вами был ваш доктор Куров. И в следующем видео мы продолжим разговор о том, как сохранить любовь и уют в семье. Подписывайтесь, ставьте лайки. И я очень хотел бы, чтобы вы поделились самым любым своим мнением. Каким бы оно ни было. Спорьте, ругайтесь. Любые пожелания, вопросы. Приветствуются. До новых встреч. Ваш доктор Куров. ПОДПИШИСЬ!